Продолжение следует... 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 О, давай за сержантом. Сержант! Сержант! У нас там фарш. Господи! Боже, это же бойня на колеса! Полицейский приемник. Он нас слушал. Кем и чем бы он ни был. Какие штуки. Даже знать не хочу, из чего они. Где чертов эвакуатор? Уже едет. Патологоанатом все еще в обезьяннике. Сюда его позвать? Там что-то установлено. Даже не хочу знать, зачем. Отгоните эту хрень на штрафстоянку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже ты мой! Субтитры сделал DimaTorzok Просто не верится Господи Иисусе, ты где был? Скольких вы сегодня потеряли? Соберись и ответь мне! Трех офицеров и заключенных в обезьяннике И еще пацана Он с ним улетел Джерри его зовут Его звали Дерри Дженнер Его сестра просто раздавлена, она внутри Ждет, когда за ней родители приедут Где вы его последний раз видели? Субтитры сделал DimaTorzok Не трогайте И отойдите Покажи где Мы на него бросили Все, что у нас было Каждого человека и каждый ствол в участке А он просто шороху навел И улетел с тем, за чем пришел Шриф Нам сказали, что грузовик Только что отсюда увезли О нет, нет, нет Не могу связаться с ним Молчит по всем частотам А куда повезли? На штрафстоянку Господи боже, нельзя его было тут оставлять Вы же видели, что он творит Нам нужно догнать эту штуку Живо, устройте Все, все, поможи нам Живо за ним Черт подери, Дэнни Скажи, каким макаром ты про все это узнал? То, что здесь произошло, уже случалось Думаешь, этот урод сжег церковь, чтобы руки погреть? Он уничтожал улики Чтобы мы ничего узнать не смогли Этот грузовик В нем же вся история этой твари Потому мы и отогнали его на штрафстоянку Да он до туда не доедет Это реально древний кусок говна Так, думаешь, какой год? Скажем, сороковых? Сейчас он прилично стоит Дай на горючку для него, разоришься Если бы вы знали, что там внутри Это бы вас волновало меньше всего Эй, слушайте меня внимательно Я к вам патруль отправил Ждите их, слышите? Ждите их Что-что, сержант? Этот ублюдок может прийти за грузовиком Какого хрена? Что такое? Боже правый Обосраться Что такое? Страх Имеет значение я видел этот урод его чует он будто может улавливать страх прямо на расстоянии диспетчер на эвакуатор напали прием именно так он и выбирает в нас что сажать вы меня слышите и он жрет на эвакуатор напали чтобы восстанавливать себя слышишь он возвращается что что за убей его стой стой вернись фрэнк он постоянно меняет угодья охотись в одном месте лишь день и впуху он уже закончил нам остается только ехать на север вслед за птицами мы знаем мало но это хоть что-то вороны и вороны они путешествуют вслед за ним дэвид я заглянул этому уроду в глаза двадцать три года назад и ну и а у а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мама, послушай, ладно? Время подошло. Он вернется, как я и говорил. Зачем? Хватит спрашивать, это не важно. Ты! Скажи мне, зачем он вернется сюда? Он не может не вернуться. Он хранит свои тайны. Так тот старый дух... Он часть его... Времени мало. Он сюда вернется, и тебе в этот момент здесь быть нельзя. Откуда ты знаешь, что вернется? Это же очевидно. Сколько тебя повторять? Он знает, что здесь похоронено, и он вернется и вернет это. А твоего убийства ему было мало? Почему же он не забрал это 23 года назад? Он не успел. Он ограничен во времени. Сколько раз повторять? Если не хочешь уехать и спасти себя, то спаси Эдисон. Эдисон? О чем это ты говоришь? Причем здесь она? Уже забрал тебя. Ты меня слышишь, а? Что нам вообще делать? И куда нам, по-твоему, идти? Бросить все? Я так не могу. Где нам вообще жить? Он знает, что оно здесь, потому что я часть него, а он часть меня. Сегодня, завтра, когда-нибудь, он поднимется на этот холм и выкопает эту штуку оттуда, где я стою. И когда он придет, он поубивает всех, кто будет здесь. Уходи, мама. Сейчас. Доброе утро, красавица. Эй, голоден уже? Черт. Давай. Надо с бабушкой пообщаться. Одна я не хочу. Бабушка. Ты в порядке? Мне нужно в город съездить. За сеном. А кто нам его оплатит? Ну, я подумала, может, еще раз у Хукса кредит возьмем. Он опять звонил. Мы им должны больше, чем сможем заплатить. Давай продадим. Бабушка, нет. Эдди. Я же сказала, ракету я не продам. Продать его все равно, что родного ребенка отдать. И хорошая мать бы отдала ребенка, чтобы тот не голодал. Я хочу, чтобы ты уехала на пару дней. Можешь пожить у Грэйси? Зачем? Ты можешь. Я тебе тут чем-то мешать буду? Да. Ко мне придет гость. Босс. Майкл. Так, все готово? Это старая пушка-вулкан. Стреляет 20-мм. Тысяча выстрелов в минуту. Опробовал уже? Майкл. Ты эту штуку испытал? Эта штука обрушивает шквал огня. Шквал огня, через который ничто не пройдет. Без того, чтобы его не порвало в миллион кусков. Может, она и не летает. Но это наша машина смерти. Дэвис. Он видел, как этот урод прилетел и вырвал сердце его отца. Он стоял и смотрел, как тот вырывал сердце из груди отца и проглотил его. Прямо у него на глазах. И ему тогда было всего 10 лет. Дэвис, ты не сходишь с ума. Тебя вчера лишь слегка кровью запачкало. А знаешь, сколько крови у меня на руках? Ты упустил этого урода. Так что теперь кровь и на твоих руках. И что бы ты ни делал, они останутся в крови. Спешишь ты, поджав хвост. Или нет. Встречаемся на первом посту. Поехали. Матерсы. Можно у вас сено занять? Конечно. Наши лошади в Боллиндере. Ты ракету на скачке не отдаешь? Пока нет денег на бензин, чтобы его отвезти. Что-то не так? Опять бабушка? Да, опять чудит с утра. Кричит в поле. Ей кей не мерещится. Он ведь умер лет двадцать назад. Мам! Знаешь, у тебя в ловушке кролик сидит. Для чего она ей нужна? Так он страдает. Ты его так и оставишь? Мам! Мам, у него в ловушке кролик. Эдди, давно они виделись. Мама сказала, они её саджимают. Я не просила их ловить. Ну и не запрещала. Как бабушка поживает. Ему плевать на сад. Он их ловит, так как любит их убивать. Он больной. Кто вообще любит ловить кого-то и убивать ради смеха? Психопаты разве что. Он такой тупой. Ладно, всё. А ты разбери с ним. А именно отпусти. Он вовсе не страдает. Не оставляй его в ловушке. Это жестоко. Перестань. Мам, это же кролик. Знаешь, какой у него мозг? В десять раз больше твоего? А ты его сама выпусти. Надеюсь, он тебя искусает. Это дикое животное, дура. Тут убивай или убьют. Просто отпусти его и перестань их ловить, хорошо? Вы просто бабы. А ну, вернись. Эдди, будь добра, объясни ей про закон джунглей. Выйди из машины и выпусти его. У нас сено есть? Отец всё забрал. Ничего, тогда я к Хуксам заеду. Да, ну. Да, и молчи. Мам, ободи Хукс на Эдди запал. Но никто из них не решается хоть что-то предпринять. А ты бы хотела с ним породниться. И тебе помешать. Он тебе нравится или нет? Ну, со спины он довольно мил. А далее только любовь. Вот дебил. Что это за хрень? Кто-то его тут бросил? Ну, я бы бросил. Чё по твоему внутри? Навоз сраный, а что ещё? Что? Нифига себе. Не может быть. Что не может быть? Глянь на номер. Сниму тебя? Я съем тебя. Нихера себе. Точно. Не может быть. Все эти истории брехня. Я слышал, всё это правда было. Да, я тоже. Реальные люди исчезли. 20 лет назад. 23. И это просто сказки. Какие сказки? Про мужика, который ездит и людей ест. На доусрачке старом грузовике с таким вот номером. Джипперс Крипперс. Чё? Это же вроде песня какая-то. Слушайте, это гониво. Каждый Хэллоуин, как минимум один дебил, такой вот номер рисует. Он, по-твоему, тут недавно? Следы вроде свежие. Думаешь, там внутри кто-то есть? Чёрт. Он тёплый. Разумеется, тёплый дебила кусок. Он же на солнце стоит. Кто его тут бросил? Кто бы не бросил. Эй! Ни хера не видно. А может свалим? А то вдруг за ним вернутся. Есть там кто-нибудь? Эй, кто там? Ты хер ли, блин, творишь? Чё? Я просто стучу. Так вот не надо. Блин, давайте свалим отсюда. Погодь. Сперва окошко выставим. Что? Естественно. Нужно грохнуть грузовик Франкенштейна. Начнём с лобового. В жопу меня поцелуй, старая уродливая сучара. Ты видал? Он меня убить пытался, едва ухо не снёс. А может он убивает самых тупых? Чё за хрень? Это не взаправду. Но мухи-то настоящие. Да и запах тоже. Капец. 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 Кукс и Сын Карма и припасы Привет Приехала просто так повидаться? Кушать-то надо Значит, 10 тюков в кредит? Хорошо Сегодня без бабушки, да? Как она поживает? А Ты в списке, которым нельзя давать Ой-ой Хочешь с отцом поговорить? Мне пойти с тобой? А я бы ей по своему списку дал Ты же знаешь, почему она с бабушкой живёт? Эдди не поладила с отчимом И вместо того, чтобы выкинуть его Мать отправила её жить Чокнутые бабки Так это Поеду к Карлу Может, там в долг продадут Погоди-ка Что случилось? Давай-ка, отгрузи по списку Уже ждут Ты что делаешь? Она этого коня любит больше всего на свете А сейчас его нечем кормить Потому что они нищие Думаешь, они нам когда-нибудь долг вернут? Им штат больше субсидий не выделяет А ты откуда знаешь? На почте узнал А ты как думаешь? Пап, к чему ты клонишь? Ты можешь найти получше Вот к чему я клоню Я тут тебе сено добыл Давай-ка в очине Пусть коняшка позавтракает Да что не так? Ты же говорила, он голоден Вытащите Я не могу Нам явно нужна помощь Просто вытащите нахер Каким образом? Слушай, оно насквозь прошло Что, просто взять и выдернуть? Позвони кому-нибудь Тут нихера сотовых вышек нет Так что заткнись со своим позвонить Слушай, посмотри на меня Сделай что-нибудь Например Керли нам по-твоему делать? Хочешь, попробуем вытащить? Ладно, подержите его Давай Вот чёрт Ладно, на три, готовы? Держите как следует, ну? На три я потяну как ебану мать Готовы? Раз Два О чёрт Нет, нет Какого хера? Помогите, помогите 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 Стой Стой Нет Эй Мэт Помоги Иди сюда Давай, тяни Нет Помоги Нет 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 Помогите Не бросай меня Я не бросаю Ну что делать? Может перерезать трос? Чем? Попробуй ещё раз позвонить Боже мой Давай Попробуй Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо... А хочешь со мной? Блин, мне остальное нужно отвезти Бернардом. Ты у них бывала? Там что-то с чем-то. Ну, если хочешь. Я бы с радостью. Ладно. Что ты делаешь? Я хочу знать, что ты нашел. Мама, что ты делаешь? Мне надо знать, ради чего ты погиб. Нет, не надо. Тебе не нужно это видеть. Уходи! Прочь! Уйди! Не надо! Не надо! рут... Продолжение следует... Продолжение следует... Эй! Помогите! Стой! Эй! Стой! 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 Продолжение следует... 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 Ты реально веришь, что я мёртвый сын пришёл и ей всё это рассказал? Я вижу, что вижу. Что, если мы можем с одного касания узнать все тайны этого урода? Ну тогда иди и ручкайся, там с этой рукой. Как она. Ты что, не понимаешь? Это же война! Эта война не закончится, пока эта чёртова тварь не перестанет существовать. И когда этот урод снова вернётся, ты или будешь мёртв, или слишком стар. В следующий раз. Что, если тайна этого существа скрывает тайну того, как его убить? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ладно. Иногда он возвращается быстро. Приносит очередное тело. Нам лучше до этого свалить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Моя нога. Он её проткнул. Я не могу сам. Помоги мне освободиться. Я проверил. Они мертвы. Он подумал, что и я мёртв. И ты тоже. А почему мы живы? Я отрубился, когда он меня сюда потащил. Насколько я понимаю, он типа спешит. Поэтому ему пофиг. Тогда валим отсюда! Нет! Только он может открыть. Попробуешь, тебя располовинит. Этот сраный грузовик как капкан. Но есть вариант. Попробуй через дверку водителя. Что там? С виду просто дверная ручка. Есть ещё цепь. Потянуть? Что за цепь? Не знаю, что она делает. Видимо, сигнал. Попробуй дверную ручку. Посмотрим. Может, эта дверь откроется. Это не Subtitle. Не знаю, что она. КОНЕЦ Встаньте позади него. Встаньте за его спиной. Руки на него положите. Руки на него. 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 Продолжение следует... Дэнни? Дэнни! Дэнни! Посмотри на меня! Дэнни! 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 При всем уважении, сержант! Не лезь! Ты мне не указ! Ты не понимаешь! Ты не как мы! Он у тебя никого не отнял! Ладно! Ладно! Стой! Держите его! Прием! Меня кто-нибудь слышит? Прием! Помощник шрифа говорит! Отзовитесь! Кто-нибудь! Вы меня вообще там слышите? Прием! Помощник шрифа говорит! Давай! У меня тут на старой грунтовке перевернутая машина и двигатель все еще работает! Он направляется к Нилам! Кто это? Шриф! Мы поняли! И отправим патруль! До туда минут пятнадцать! Никаких мигалок и сирен! Этот урод нападет на Нилов! Мы застанем его врасплох! Ты с Брейди! Заедешь с востока! Миллер, ты и Дженкинс! Поищи дорогу! Может сможешь спереди зайти! Твоя цель выжить! Твой бы отец этого и хотел А ты, Недди, Эдди и вдвоем отсюда к чертям валите пока я не разрешу вернуться То есть ты уже в порядке вдруг? Я только что видел, как ты по траве катался будто с инсультом Денни, я сам за руль сяду Денни! Черт побери, а ну в машину пусти! Я понятия не имею Пусть шериф просто кого-нибудь сюда пришлет Бадди меня реально пугает Он в шоке каком-то Из него ни хрена не вытянуть Пусть поскорее Я ее упустил Я ее упустил Я не смог ее удержать, пап Я ее отпустил И она сейчас там с этой тварью Сядь Я ее там бросил Сядь Пап, я ее бросил Сиди и молчи Просто молчи Я знаю Знаю лишь, что машину раскурочили и мой сын Господи Боже Сынок Пресвятая Богородица Вот сучара Честно мне скажи Мы можем его убить И все такой же меткий Готов на твою очку поспорить, что да Еще какой Поравняйся с этим сученышем По колесам сперва Давай еще раз Из какой херни они сделаны Еще раз Вот сучара Держись Какого хрена Майки? Майки? О, давай сюда, урод сраный Мать честная От грузовика все рикошетит Майки, прием Майки, послушай По грузовику не стрелять Все нормально, Джеки Давай Майки, прием Майки Не стреляй в сраный грузовик Майки Ты слышишь? Майкл, нет Майк, прием Майкл, отзовись Майки Майки Ты слышишь? Не стреляй хрена в грузовик Это тебе за батю моего Гребаный ты выродак Держись Пристегни ремень Майки 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 Дэнни? Боже, Дэнни! Дэнни! Бери! Вот ведь сука! Дэнни! Прикрой меня! Дэвис! Ложись! Не выдавай себя! Подави свой страх! Не выдавай себя! Прикрывай меня получше! А затем вали отсюда! Двоих он поймать не сможет, если мы разделимся! Разделимся? Дэнни, мы оба должны выбраться! Мы его с двух стволов завалим! Дэнни! 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 Вали оттуда! Живо! Дэв! Дэнни! Мах! Мах! Мах!!! Мах! Мах!!! Мах! Мах! КОНЕЦ 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 НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Что ты тут делаешь? Меня папа привёз. Я не хотел пропустить. А что именно? Возможность попрощаться. Отцу тоже не всё равно. Слушай, ты как, в порядке? Присматриваю за домом. Любуюсь с рассветами. С дружком своим гуляешь. Знаешь, он сгинул. Ты правда в это веришь? Или объявится через 23 года? Думаю, мы ещё будем здесь и сами выясним. Я буду за тебя волноваться. Береги себя для свадьбы. Думаю, учитывая всё, что было, мы всё уже переживём. Даже твоего отца? Я ведь ненадолго. Может, на день-два. Я буду скучать. Ну, а я ещё больше. Не сматывай тут за всем. Пdis, пти, пти. Пти. По истечении этих 23 дней в открытом поле возле разбитого школьного автобуса Он опять не успел Пронзенный самодельным гарпуном Но вы это все знаете Я записываю это все как свидетельство Это 23-я весна призывная И в этот раз мы справимся И мы не убоимся Меня зовут Риша Дженнер И когда время придет Я уничтожу тварь Убившую моего брата Итак Опробуй добраться до меня, сучара Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова